Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала! Благодарим вас, что вы остаетесь с нами. 7 заблуждений в питании. Большинство заблуждений о питании основаны на отсутствии знаний и на недостаточных исследованиях, а иногда даже на недоразумениях. И хотя многие из этих заблуждений были научно опровергнуты, они все равно присутствуют в умах и разговорах людей, но некоторые производители продуктов питания используют их, чтобы довести свой товар все-таки до людей. Ну, например, черный хлеб полезнее белого хлеба. Является ли один хлеб более полезным, чем другой, зависит исключительно от качества муки и доли цельного зерна. Это не видно под цвету, и это не имеет никакого отношения к цвету. Однако, поскольку это предположение упорно укреплялось, даже некоторые производители окрашивают некачественный хлеб в темный цвет, чтобы создать впечатление, что вы покупаете полезный хлеб и в этом выиграть. Ну, здесь поможет только чтение состава. Шпинат содержит очень много железа, второе утверждение. Исследователь Густав фон Бунге, который когда-то исследовал содержание железа, в шпинате установил при этом его долю в 35 миллиграмм на 100 граммов. Он анализировал сушеный шпинат. Однако, поскольку свежий шпинат на 90 процентов состоит из воды, фактическое содержание железа, конечно, намного меньше, то есть около 4 миллиграммов на 100 грамм. Хотя это все еще делает его важным поставщиком железа в организме. Следующее. Яйца повышают уровень холестерина. Очень долго нас предупреждали о частом употреблении яиц, потому что они якобы оказывают очень высокое влияние на уровень холестерина. Хотя и правильно, что яйца содержат много холестерина, поскольку здоровый организм человека снижает собственное производство холестерина, как только он потребляет продукты, содержащие холестерин. Холестерин яиц не оказывает негативного влияния на организм. Следующее. После употребления фруктов нельзя пить воду. Вполне возможно, что эта мудрость была верна раньше, когда питьевая вода содержала еще значительно большое количество микробов. Но в наши дни вы также можете безопасно использовать воду после употребления фруктов, не опасаясь никаких болей в животе. Далее. Свежие овощи лучше, чем замороженные овощи. Но иногда бывает наоборот. В свежих овощах содержится очень много витаминов и здоровых питательных веществ. Но они также должны быть действительно свежесобранными на столе или, по крайней мере, храниться очень недолго и, самое главное, в прохладном месте. В противном случае содержание витаминов снижается очень быстро. Другое дело с замороженными овощами. Здесь овощи после сбора урожая сразу же перерабатываются и шоково замораживают. Таким образом витамин сохраняются. Далее. Шоколад вызывает фурункулы и прыщи. К счастью, это тоже заблуждение. Слишком много жира и сахара неблагоприятно влияют на кислотный баланс. И это иногда может привести к нечистой коже. Но тем, кто питается в основном здорово, не нужно отказываться от кусочков шоколада. Следующее. Коричневый сахар полезнее белого сахара, фруктовый сахар самый здоровый сахар. Это тоже не так. Слишком много сахара теперь нездорого. Независимо от того, какой это сахар. Так что это просто способ подсластить себе жизнь. И все. Далее. Кофе лишает организм воды. Правильно, что кофеин, содержащийся в кофе, оказывает мочегонное действие. Но организм не выделяет значительно большей жидкости, чем подается к нему через кофе. Даже мочегонное действие ослабляет при частом и регулярном потреблении кофе. Потому что организм привыкает к нему. Таким образом, кофе можно даже безопасно причислить к количеству жидкости, поступившей в организм. На сегодня все. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Все будет хорошо.